Дальше дорога перестала быть, не знаем куда нам ехать. Друзья, гугл нас завез, черт знает куда. В итоге мы уехали с этих рисовых полей, поняв, что ничего не получится. Каждый день увидишь такие изящные высококачественные барельефы. Господи, как же я рад, что мы все-таки выбрались сегодня в этот храм. Вот еще торчит из земли. Какой засып, какой засып ты, посмотри, это же дверь. Смотрите, какой острый угол. Ай-яй-яй-яй, какая красота. Ровненько-ровненько. Вот здесь вот такая вот канавочка глубокая. Как они ее делали? Господи, я вообще не понимаю, как это делать. Вот недоделочка, иди сюда смотри. Вот видишь, делали-делали, бац. А вот здесь давай аккуратненько посмотрим. Вот подойди поближе, посмотри. Вот он, да, розовый песчаник, совершенно розовый. Гладенько-гладенько. Вот это прям вот бархат. Вот это прям бархат. И вот этому больше тысячи лет. Смотри, какие они малюсенькие. Прям такие игрушечные-игрушечные. Нам говорили всегда, что Бантесрей это единственный уникальный храм. Не, ребят, вот этот просад Сралао был тоже таким. Просто у него менее счастливая судьба. Вот и даже там до сих пор из-под земли достают какие-то статуи барельефа. Здесь вообще никто ничего не реставрировал, никто ничего не копал. Поэтому даже страшно себе представить, что здесь находится под землей. Так, друзья, с вами канал Мир на блюдечке. Мы едем в очередной очень интересный храм. Это, знаете, фактически брат храма Бантесрей. Уж извините, что все трясется. Сами видите, как мы едем. Едем мы через какие-то рисовые поля. Черт не знает где. В надежде все-таки когда-нибудь до этого храма добраться. Понятно, что никаких указателей, ничего вообще нет. Есть точка на гугле, но гугл в Камбодже работает, скажем так, очень неуверенно и очень плохо. То есть то, где ты едешь, и точка на карте, они не совпадают практически никогда. Поэтому пользоваться здесь гуглом нужно очень осторожно. Поверьте, вас ждут неприятные сюрпризы, если вы будете это делать. Вот. Едем мы, значит, в храм, который называется Прасад Сралау. В общем, дальше уже дорога вообще перестала быть. Тихо, 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 не кричи. Все хорошо. Вот. Дальше дорога перестала быть. Не знаем, куда нам ехать. Ехать нам еще долго, поэтому мы сейчас будем пытаться выжать что-то из гугла. Было очень жутко, на самом деле, что съехать. Да сейчас-то я не знаю, как мы тут проедем. Тут корова нам блокирует путь. Ооо, они нас не хотят пускать. О, смотри, мир животных. Мир животных, я не знаю. Суздай. Суздай. Прасад Сралау. А? Аааа. Прасад Сралау? Так, друзья, Google нас завез, черти знает, куда мы будем. Да, в итоге мы уехали с этих рисовых полей, поняв, что ничего не получится. Так, здесь у нас что-то ЮНЕСКО повесило какую-то фигню на мерском только лишь языке. Ладно. Ну, в общем, мы решили сделать так. Мы наплевали на Google, просто тупо сами уже проложили маршрут. По карте в объезд. В итоге у нас там расстояние до крама в три раза увеличилось. Но это ничего страшного. Вот. Все равно мы едем быстрее, чем мы ехали там по рисовым полям. Ну, тут такая вот, видите, живописная деревенская дорога. Очень жарко сегодня. Просто невыносимо жарко. Мы, знаете, едем как будто по сауне. Вот просто на мотоцикле по сауне. Глаза горят просто. Вылезает из орбит, как будто в сауне 120 градусов нагрели. И вот мы там еще по ней ездим. Носом дышишь. Носовые пазухи просто выжигают насквозь изнутри. Вот такая погода в Кангодже зимой. Уже март. Тут, кстати, какой-то этот бамбуковый мост. Нам бы тоже посетить. Но это, наверное, на обратном пути. Там прикольное озеро, говорят, на котором можно замечательно отдыхать. Вот. Ну, в общем-то... Так, а это что такое за камень торчит? Ну, а смотрим. Ничего. Не, это просто уже какая-то современная. И камень, это бетон. Так, ну что, мы таки доехали. Вот Яна уже... У меня уже сил никаких нет. Я... В общем, в итоге что? В итоге мы... Гугл нас завез на несуществующую дорогу. Мы опять заблудили. Слава богу, там оказался местный паренек, который тут же вскочил на мотобайк и повез нас к этому храму. И очень-очень-очень долго вез нас по каким-то мелким тропинкам среди рисовых полей. Господи, мы сами бы никогда бы это не нашли. Ну, сейчас мы здесь. Вот он, храм Сралау. Сралау это дерево такое. Одно из деревьев, которые растут в Камбодже. И так у нас написано ранний одиннадцатый век. Мы приехали, значит, в храм, который можно назвать братом самого красивого храма Камбоджи, Бантей Среи. Построен он в таком же стиле был. Расчистка этого храма происходила в первые годы 20 века, то есть в нулевые годы 20 века. Этим занимался лично Анри Маршаль. Почитайте о нем обязательно. Анри Маршаль – это самый известный исследователь Камбоджи. Здесь были найдены потрясающие барельефы. Невероятные по исполнению, ничем не уступающие Бантей Среи. Да он построен был в одно и то же время. Вот, я смотрю, Яна уже что-то там нашла. Давайте посмотрим. Ух ты! Да, кое-что есть. Кое-что есть. Давайте посмотрим внимательно. Слушайте, потрясающе. Здесь туристов не бывает в принципе никогда. Мы сами-то еле нашли это место. Понятно, что на машине сюда не доехать. Но при всем желании пешком сюда, ну я не знаю, надо быть героем, чтобы сюда попытаться дойти пешком. Еще один барельеф. Так вот, здесь были найдены потрясающие по красоте барельефы. Огромные. Но, естественно, никто их здесь в лесу не оставил. Один из этих барельефов сейчас можно увидеть в Пномпене, в музее, а второй в Токио. Вот так вот далеко их завезли. Вот, значит, как я уже сказал, Анри Маршаль в нулевые годы 20 века все это дело расчищал. Все это дело описывал. Отнесли этот храм к 10 веку. К тому же времени, что и постройка Бонтейс Рей. Здесь в храме была найдена надпись на камне, которая гласила, что в 1000 каком-то там, в середине, в общем, 11 века в этом храме была освящена линга. Да, кстати, посвящен этот храм был так же, как и Бонтейс Рей, Господушиве, владыке трех миров. Я, наверное, сейчас не смогу на санскрите воспроизвести, как это читается. Это Трипхуванамахишвара, по-моему, так. Ну, это вот такой вот особый вид шивы. Не знаю, как это сказать. О, по-русски, смотрите, кто-то тут костерок планирует жечь. Ну, местные жители, да, они любят такие умиротворенные места. Вообще, вот эти вот места, где храмы, они очень такие умиротворяющие. Очень классные. Так, ну что у нас здесь по камням-то? Давай, пока мы не поймем к храму. Я пока еще к храму не хочу идти, я хочу осмотреть то, что здесь рядышком. Мы сейчас находимся с восточной, да, стороны или с какой? Так, солнце у нас, значит, юг. Там, да, это восток. Восточная сторона, то есть мы со стороны входа находимся. Это чудесно. Это чудесно. Давайте еще раз. Все-таки... Не каждый день увидишь такие изящные, высококачественные барельефы. Господи, как же я рад, что мы все-таки выбрались сегодня в этот храм. Вот еще торчит из земли. Видите, сколько их много. Ну да, конечно, сходство с Бантейсерей. Сходство с Бантейсерей потрясающее. Да, что я хотел вам сказать-то, я, по-моему, не договорил по поводу того, что здесь в тысяче каком-то там году, то есть в 11 веке была освящена линга. То есть это было не время строительства храма, а лингам был освящен в 11 веке. Возможно, из-за этого путаница там на значке, который нам почему-то говорит, что этот храм построен в 11 веке, хотя это, конечно, полная глупость. Ну, таких глупостей в Камбодже ты видишь на каждом шагу. То есть, допустим, башня. Все знают, что эта башня не была храмом, но подписана она все равно будет храмом. Здесь мы видим остатки рва. Слушай, а в Орву даже вода есть. Ничего себе. Даже вода есть. Ну, каждый храм был окружен рвом. Вот мы сейчас спустились вниз с остатком этого рва. О, гекконы бегают. Кругом валяются кирпичи. Давайте посмотрим. У-у-у, мне его не достать. Он так врос, мне его не достать. Рядышком. Слушай, да, тут мощные кирпичи. Мощные такие, толстые, хорошие. Да, схожи на самом деле. Коке, стиль Коке и стиль Банте Исре, они ведь очень схожи. Хотя, в общем-то, находятся в отдалении друг от друга. И вот, опять же, вот этот вот храм тоже в отдалении как от Банте Исре, так и от Коке. Вот, кстати, я почему-то потрогал кирпич и вспомнил про Коке. Там очень массивные кирпичи. Вот этот вообще-то, вот тяжелый, как я не знаю, что. При этом вроде небольшой кусок, но весит он, не знаю, килограмм четыре. Просто меня спрашивали в комментариях, как же им удавалось барельеф это делать в кирпиче. Кирпич же крошиться должен. Да, должен, но у них, очевидно, не крошился. Не знаю, как они делали. Ну, явно, явно эти кирпичи уже были обожжены на тот момент, когда их складывали. То есть, там люди предполагают, может быть, их сырыми клали, потом вырезали бы рельеф. Но если бы их клали сырыми, то они бы, нижние кирпичи бы, они бы просто сплюснулись, правильно? Ну, вот мы потихонечку подходим уже к храму, там впереди я уже вижу башни. Вы их пока не видите, потому что я вижу здесь что? Я не знаю, что это за... Надо иметь кисточку с собой для таких случаев. Ну, ладно, там вроде бы как ничего нет. Здесь вот тоже, вон, остаточки барельефов. Потрясающие музейные экземпляры валяются. На земле. Знаете, сколько таких вот храмов в Камбодже? Посреди где-то... Какой засып! Какой засып! Ты посмотри, это же дверь. Ой, квадратики там. Я вижу, я вижу квадратики. Еще бы. Давай его перевернем, может. Получится. Да! Ой, я там открыл муравейник. Смотри, какие интересные... Я сейчас закрою, не волнуйтесь, ребята, давайте. Господи, оживите там дальше. Какие ровненькие, да, опять эти отверстия. Да. Ну, что у нас здесь? По качеству, по качеству все. Ну, все ровненько, красиво, идеальненько. А что за песчаник-то розовый? Вот, пожалуйста. И песчаник-то розовый, как Бантейс Рей. Он тут настолько покрылся патиной, что... Ну, непонятно. А вот тут вот видно, что это розовый песчаник. Самый твердый сорт песчаника. И лучше всего сохраняется. Значит, дверная коробка. Посмотрите, дверь. Дверь мне чуть ли не по колено там, не знаю. Ну, вот. Вот, посередину бедра. Это вход. Вот такой вот засып. Угу. Качество, конечно. Обычно. Как мы привыкли, 10 век это всегда лучшее качество. Самое изумительное качество. Все храмы в Камбодже это вот 10 век. Так. И, кстати, довольно мутные, темные времена. Камбоджийская история. Так, подожди. У нас здесь был вход. Я вижу, что-то типа кирпичной стены здесь было, да? Да. Сложно сейчас оценить. Интересно было бы где-нибудь найти описание этого храма. Не просто там в двух словах, как можно найти в интернете. Вот тут не флаг. Кто-то пытался... Опа, здесь убирают, следят за этим. Не, ну слушай, действительно видно, что следят. Территория-то чистая. Да. Листвы особо нет. Ну есть. Ну, слушай, всю-то листву невозможно вычистить. Она каждый день падает тоннами. Но вообще вычищают, да. Здесь какое-то было сооружение из кирпича. Звуки какие-то подозрительные. Вообще здесь нет никаких диких слонов, поэтому мы никого бояться не будем. Кроме как диких слонов бояться-то некого особо. А, диких собак надо бояться. Нет, домашних собак надо бояться в первую очередь, а не диких. Так, ну с кирпичами все понятно. Пойдем вон к тем камушкам. А может тут это все-таки сотрудник Апсары работает. Апсара это вот компания, которая следит за всеми этими храмами. Ну да, здесь тоже есть кое-какие украшения, сохранившиеся. Очень глубокие барельефы. А вот. Очень глубокие барельефы. Здесь они прям кирпичики зачем-то так сложили. Тут хваляется тонна. Почему они именно эти так сложили. Слушайте, ну мы сегодня заслужили прям вот хорошего похода в хорошее кафе в какой-нибудь. Потому что, ну это было жутко сюда добираться. Сколько мы потратили времени, я даже не знаю. И мы бы не нашли, если бы не этот паренек, который нас сюда привез. Минута сорок, наверное, мы искали. Не, больше-то что, больше. Мы сначала по рисовым полям-то там ездили туда-сюда, туда-сюда. С коровами боролись. С коровами боролись. Ну хорошо, хоть собаки на нас не напали. Вот. Барельефики. Пожалуйста, наслаждайтесь. Вот, барельефы невероятной, потрясающей красоты здесь были найдены. Да, это все розовый, розовый песчаник, розовый. Да, это вообще удивительная вещь. Ага, слушай, вот это вот полукруглая такая тема. Я что-то даже не могу понять, откуда она. Опять что-то новенькое. Что-то нам доселе не очень встречавшееся. Ну что, пойдем, пойдем уже. Хватит тянуть. Пойдем уже. Или потянем еще немножко. Так, а я хочу тут камушки еще посмотреть. Мало ли что найдем. Мало ли что найдем. Вот, реставрационных работ здесь, конечно, никаких не производилось. Это были только работы по расчистке. То есть, по откапыванию из-под земли. Ну и по нахождению, соответственно, особо ценных. А, вон кто тут. Курица бегает. Господи, вот курица. А вы откуда здесь взялись? Ведь до деревни-то, до ближайшей, я не знаю сколько. Дикие, что ли. Может, это дикие курицы? Бывает такое в Камбодже, дикие курицы? Просто здесь деревни-то нету рядом. Ну, тут, а, может быть, еще такое. Знаешь, на рисовом поле, бывает же, избушка-то стоит. Времянка такая. Люди там во время уборки урожая живут. И вполне возможно, что это курицы их. То есть, где-то здесь какая-нибудь времянка, может быть, есть. Да, сейчас, сейчас подойдем. Вот. Тут уже такой вот дверной прием. Огромный. Очень похоже на Банты-Среевский, конечно, да. Вот прям вот один в один. Я имею в виду рисунок. Вот. Смотрите, какой острый угол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что, ровненько, ровненько. Вот здесь вот такая вот канавочка глубокая. Как они ее делали? Господи, я вообще не понимаю, как это делают. Давай колонну посмотрим. Колонна. А что, она у нас опять недоделанная? Посмотри. Опять недодел. Вот здесь должен быть еще барельеф какого-нибудь. Либо аскета, либо, ну, очевидно, аскета, раз храм посвящен Шиве. Вот, недоделочка. Иди сюда, смотри. Вот, видишь, делали-делали. Бац. Вижу. А вот здесь давай аккуратненько посмотрим. Вот, подойди поближе, посмотри. Видишь, вот здесь у нас идет орнамент. Все красиво, да? А вот здесь, смотри, они наметили уже его. Они вот этот кружочек внутри сделали, а все, а дальше уже и кружочек они сделали. Опять недоделка. Вот эта загадка самая большая, о которой вообще ничего не говорят. Ну, как бы, вот найдите мне где-нибудь в книге, чтобы кто-то обратил внимание именно на то, что во всех храмах, причем неважно какому веку их приписывают, везде мы видим недоделки. Я даже их специально не ищу. Я просто на них натыкаясь. Глубокий очень барельеф. О, слышу голоса людей. Это, наверное, вот те, кто следит здесь за этим храмом. Ну, собран он, конечно, опять из огромных мегалитов. Тут все как обычно. Вот он, да, розовый песчаник, совершенно розовый. Гладенько-гладенько. Вот это прям вот бархат. Вот это прям бархат. И вот этому больше тысячи лет. Это история. Так, ну что, недоделки мы с вами опять нашли. Я что-то не припомню ни одного храма, где бы мы их не находили. Так, что у нас здесь? Это у нас центральная башня, от которой осталась одна стена. Видите, реставраторы здесь поставили подпорку. А, там пацаны какие-то бегают. Местные. Если мы не сможем найти дорогу назад, то мы их попросим. Ладно. Ну, ничего, конечно, не осталось, потому что все, что было ценно, естественно, отсюда вывезли. Давайте тогда хотя бы кладочку заценим, действительно ли это все так идеально. Ну, что, действительно, кирпичи, да, кирпичи размера Коке. Да, почему я так говорю? Потому что бывают храмы, где кирпичи более мелкие. А вот в Коке они были трех типов размеров, и все три этих типов размера, они все были такие массивные, такие же, как здесь. Но я и говорю, да, что это один и тот же век. О, красота, посмотрите. Природная. Ах, как природа работает с творениями человека. То есть это у нас была центральная башня. Здесь, очевидно, находилась Иони с лингамом. То есть надпись, которая была найдена, которая датируется середины 11 века, она как раз и повествует о том, что здесь был освящен лингам. Вот что этот храм делал сто лет без лингама? Хороший вопрос. Причем надпись была как на санскрите, так и на кхмерском языке. То есть не мог же этот храм сто лет стоять без лингама, да? То есть что-то здесь опять не так. Что-то здесь опять не так. Опять колонн. Суть и потрясающий песчаник-то розовый. Он вообще как новый выглядит. Его как будто только привезли с каменоломен. Вот я неоднократно говорил, что розовый песчаник лучше всего сохраняется. Вот такая дверная коробочка. Ну что, пойдем в самую сохранившуюся башню. А, постамент, да? Постамент у нас из песчаника. Внутри может быть и лотерит. Не знаю. Вам не заглянуть внутрь. Обработка тончайшая. Вот это вот... Посмотрите, какие крохотные блоки интересные. Вот это прям реально Бантейс Рей. Посмотрите, какие они малюсенькие. Прям такие игрушечные-игрушечные. Нам говорили всегда, что Бантейс Рей это единственный уникальный храм. Не, ребят, вот этот просад Сралау был тоже таким. Просто у него менее счастливая судьба. Вот. И сейчас его вообще... Ну, я не знаю, если вы приедете, ни один гид вас сюда не повезет. Сто процентов. Ну вот. Сами вы тоже не доберетесь. Так, это у нас северная башня. Самая сохранившаяся. Северная башня. Самая сохранившаяся. Ну. А, давай толщину стен заценим, потому что... Стиль тут был недавно. Я уже не знаю. У меня уже все храмы в голове перемешались. А, в Рулуосе. Там храмы... Ну, компас, значит, врет, потому что это башня северная, потому что запад там. Так, здесь у нас вот... А, такой корень растет. Какая-то бабочка летает сумасшедшая. Вот. Карниз. Карниз. То есть, вполне возможно, что здесь был еще и потолок. Кладка, посмотрите, и более тысячи лет. Но, вот как и в Куке, она прекрасно сохранилась. Здесь у нас осталось Сиони, очевидно. Либо какой-то пьедестал. Сейчас мы попробуем. Попробуем посмотреть, что это. Ой, нет. Ничего мы не попробуем. Ну, тут отверстие есть, да, для статуи, либо для лингама. Не знаю, что тут было. Стены, кстати, не такие толстые. Вот я в Рулуосе был. Это храмы 9 века. И там стены толще, чем здесь, раза в два. Я меня очень удивила, потому что думаю, а зачем такие толстые стены? Для какой цели? Для устойчивости? Ну, нет. Их не нужно делать такими толстыми. Так, давайте осмотрим территорию. А вон там люди сидят. Пацаны там тоже сидят. Давайте посмотрим сзади. О, красота. Конечно. То есть, это вот совершенно уникальное место. О, лотос 100% Бантейс Рей. Точно-точно так же выглядит. Закрытый лотос. Так. Да, видите, даже здесь есть люди, которые следят за этим храмом. А вот это что такое? Я не знаю. Они нам объяснить не смогут. Они же только по-хмерски говорят. А что это такое? Не знаю. Не знаю. Какие-то же монашеские робы. Да? Здесь вот почему-то они их повязали. Даже не знаю, у кого спросить кто-то. Ой. Сустай. Прячется. Прячется. Не, это просто местные детишки, наверное, приехали отдохнуть. Здесь вряд ли это те, кто следит за состоянием храма. Давайте выйдем. Выйдем на рисовое поле. Чтобы там ничего не увидеть. Это что за странный ритуал. А, ну вон курица откуда. Да. Это даже не времянка. Это прям вроде как дом даже. А здесь вон и сток сена. Ладно. Давайте вернемся к храму. Вот тут вот остатки рва. Видно углубление. С южной стороны воды нет. С северной вода есть. Сохранилась еще. Так. Ну что мы тут еще-то можем увидеть? Там внизу я вижу что-то. Ну тут просто у нас блоки, да, из прочнейшего красного песчаника. То есть, очевидно, это был тот же самый карьер. Тот же самый карьер. Здесь у нас тоже колонна лежит. Ну что, ты что-нибудь нашла еще? Пока не нашла. Пока не нашла. Так, ну ладно. Запах здесь какой-то. Ты чувствуешь запах, да? Ну это какое-то растение так пахнет. Такой химией прям, да? Ядреной химией какой-то. Нет. Не летучие мыши. Тут нет их. Я вижу, что тут какашек их нет. Значит, нет летучих мышей. Не, запах какой-то химии именно. Но это не химия. Это вот какое-то растение здесь так пахнет. Ходить не очень комфортно. Но нормально. Так, ну что. Давайте еще с той стороны посмотрим. Ну, конечно, все самое интересное уже увезли. Поэтому мы довольствуемся тем, тем, что есть. А тут вообще любой может приехать, забрать все, что угодно. Вот. Просто ужасно. На самом деле. Я думаю, что очень много вещей было вот так вот отсюда вывезено. Какие-нибудь куски барельефов и так далее. Я хочу просто к корву подойти. Посмотреть, нет ли каких-нибудь остатков укрепления. Укрепления его. Может быть, лотерит, например. Может быть, лотерит, например. Мощный ров. Очень широкий был. Но остатки, очевидно, укрепления его стен мы не найдем. Никто не раскапывал. Соответственно, это где-то там, под грунтом. Интересно, что он сохранился за более чем тысячу лет. Этот ров сохранился. Говорят, во влажный сезон сюда вообще никак не попасть. Вот в сухой-то еще можно как-то попасть. Мы как еще обратно поедем, я не знаю. Да, но вот это, конечно, вот этот засып меня поражает. То есть здесь у нас как идет нижняя структура. Вот это мандапа или антикамера, выражаясь по-русски. Или выражаясь по-простому, прихожая. Нет, она была все-таки вот там. А вот это тоже какой-то входной павильончик был, судя по всему. Потому что вроде бы как он на одной оси. Да, на одной оси с центральной башней. Вот она, ось. Ось центральной башни. Поворачиваемся и видим, что вот это вот дверь бывшую. Значит, здесь тоже был какой-то еще входной павильон, который вел дальше башни. Ну, это тоже, опять же, как в Бантейс Рей. Вот. Удивительно это все. Удивительно. Что мы сюда добрались. Что мы вообще узнали то о существовании этого храма. Да. Вот тут тоже. Какой-то барельеф торчит. Везде торчит. Представьте, если копнуть. Сколько там внизу под землей еще барельефов. Ну, если учесть, что Бантейс Рея. Бантейс Рея – это храме, который еще в 30-е годы 20-го века был отреставрирован полностью. Ну, вот. И даже там до сих пор из-под земли достают какие-то статуи барельефов. А здесь вообще никто ничего не реставрировал, никто ничего не копал. Поэтому даже страшно себе представить, что здесь находится под землей. Ну, и руки, конечно, никогда до сюда не дойдут у реставраторов. Потому что таких храмов, как этот, засыпанных, забытых, находящихся где-то очень далеко, очень много в Камбодже. Но некоторые даже до сих пор еще не найдены, еще где-то совсем полностью под землей скрыты. Поэтому, безусловно, безусловно, все это еще будет долго, очень долго ждать своего часа. Вот такие вот чудные барельефы, очень глубокие, высокохудожественные. Вот это какой-то кусок мегалита из розового песчайника. Так, здесь у нас украденная статуя льва. Видите, только лапки остались. Просто взяли, срубили. Вот следы видны, как рубили. Срубили и увезли, и украли. Нехорошие люди. Вот, ну что ж. Наверное, мы все увидели из того, что здесь можно было на данный момент еще увидеть. И так, я говорю, что это просад Сралау. Вот, если приедете и захотите увидеть что-то супер аутентичное, супер забытое, супер запрятанное, то можете попробовать сюда попасть. Но, дело такое, знаете, не то чтобы рискованное, просто можно долго-долго плутать. Здесь вокруг, и в итоге ничего не найти. А это что? Ой, я что-то вижу тут. Смотри-ка. Ой, маленький лев. Слушай, прикольно. Маленький лев. Вот. Гладкий лоб у него. А тут все сбито, как будто бы специально. А лоб очень гладкий, конечно. Значит, он был хорошо когда-то, качественно обработан. Фу, ну что, все тогда. Яна уже устала совсем. У нее уже сил нет, у меня тоже. Мы хотим есть. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий. И приезжайте в Камбоджу. Здесь вам точно понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!